Девушки отдыхают Папа, ты знаешь, настоящий журналист ради хорошей статьи жизнью пожертвовать может. Вот ненормальный. Да, молодец, молодец. А я пойду еще полечусь. Ты блондин или брюнет? Инженер или поэт? При деньгах или босой? Все равно ты мой. Я вся такая внезапная. Восходит солнце на западе. И день, и ночь, а тебе одно. Все мои мечты. Я вся такая внезапная. Так как глянись и узнай меня. А иначе как я пойму, что это ты. В общем так, сынок. Фотограф, который нам рекламу снимает, попал в больницу с приступом медицита. Не хочешь его заменить? Вы извините, у меня медицит уже был. Я не в больнице, в дубином. В фотостудии. А, да у меня же работают. Сто долларов один час. А сколько часов снимать? Пока все не оценишь. А, ну тогда прощайте, Павел Павлович. Не на три. На четыре. Захар Пирогов? Здравствуйте, меня зовут Ева Красовская. Я нашла в метро ваш бумажник. А, сейчас посмотрю. Ну, паспорт, карточки, деньги. Нет, денег нет. Ужасные люди, да? Как найти? Я работаю в журнале «Шик и блеск». Едете на площадь Маяковского, поворачиваете направо. Идете вокруг клумбы, прямо по аллее. В конце увидите газетный киоск. Покупаете журнал «Шик и блеск» на последней странице адрес редакции. Ты что, взяла деньги? Да. Как же тебе не стыдно? Там было-то всего сто рублей. Конечно, это слишком скромное вознаграждение за находку. Правильно. Возьму еще и проездной. Я надеюсь, ты все еще больна. Потому что выглядишь ты ужасно. Что? Ты, Шурок, на Степану не сердись. Она не в себе после вчерашней трагедии. А что случилось? Как что случилось? Наши на кубок вчера проиграли. Тьфу ты, я думаю, что это ее вообще не волнует. Как это не волнует? Это всех волнует. Кривоногие, безвольные, бездарности. Ты сама смотрела вчера? Нет, я не смотрела. Я статью писала. Только вчера не успела ее прислать, но сегодня... Подожди. Вот же, статья твоя. Ну, хорошо так написано. Складненько. Ты вообще Шурок растешь. Ну, я имею в виду, как журналист. Либо я чего-то не понимаю. Либо... Либо я не понимаю вообще ничего. Хорошая статья, но знаешь, вот одно место меня здесь смутило. Я очень часто беспокоюсь за свою дочку. Ты написал статью за меня. Да что статья? Я по твоему паспорту получил кредит в банке. Пять миллионов. И все проиграл в казино. Что? Про кредит шутка. Чтобы ты понимала, что не все у тебя так уж плохо. Ты смеешься? Ой, ну хорошо. Если твоему тренеру не понравилась статья, давай я ему объясню, что ты здесь совершенно ни при чем. Не понравилась? Да он от нее в восторге. Так в чем дело? В том, что я ее не писала. Он об этом не знает? Скажу, узнает. Я понимаю, что ты это сделал из лучших побуждений. Пап, но я не могу получать незаслуженные комплименты. Дочь, ты знаешь, я горжусь тобой. Ты не только талантливая журналистка, но и кристальной честности человек. Потом, ты всегда, всегда слушалась родителей. Спасибо. Да, видишь, можешь получать незаслуженные комплименты. Так что расслабься. Извините, я ищу Еву Красовскую. Захар Пирогов? Да. А вы симпатичнее, чем на фото. А вы приветливее, чем по телефону. Даже не знаю, как вас благодарить. Ну, я бы не отказалась от драгоценностей. Но боюсь, что ваша девушка заревнует. Девушки у меня нет. Я думаю, что ваша жена этому очень рада. Я не женат. Тогда как насчет ужина в пятницу? С удовольствием. Но в пятницу вечером я занят. А когда освободитесь? Я работаю до субботнего утра. О, вы кто? Вампир? Ты Юля на скорой. Неужели? Я вам позвонила вчера, а сегодня вы уже приехали. Для скорой это очень быстро. Слушайте, а как насчет того, чтобы поужинать в четверг? В четверг? Я голоднее всего. Так, мальчики, ну не расслабляемся. Продолжаем работать. Ну. Ну давайте, давайте, ребят. Так, ну что, немножко, немножко кучнее. Так, есть. Челочка немножко в сторону. Глаза, чтобы вы видели. Глаза. Да, ну улыбнитесь, ребят. Ну улыбнитесь так, как будто у вас троих есть тайна. Ну. Ну. Отлично. Так, простите, как вас? Жора. Жора. Вы знаете, мне некоторым образом нужно настроение, ну, что-то такое таинственное, типа. Вы понимаете, я же ведь художник. А я некоторым образом выиграл сегодня лотерею 300 тысяч и вообще не понимаю, что я здесь делаю. Хорошо. Будем работать с двумя. Стоп, 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 секундочку. Нам нужны три модели. У нас же есть свободный стиль, есть пляжные завлекательные. Ну, семейные в квадратик ушли. Кто будет семейные? А знаешь, что я подумала? И я о том же. Он наверняка хилый, а значит, трусы будут красиво не спадать. Вы хилый? Я, да я, да я вот, между прочим. О, видал? Да. Вы не согласитесь побыть моделью? Нет, я художник, а не какой-то там... 500 долларов. В час. Да, Денис. Да, просто замечательно. Ой, умница, мне все очень нравится. Да. Отлично. Слушайте, господа, это просто браво. Браво. Браво, мальчики. О, мальчики. Продолжение следует...